Не напрасно же заставил ты написать столько страниц, повитых глубокой тайной? Разве в лесах этих нет своих оленей, которые приходят туда укрываться, отдохнуть, походить, попастись, полежать и пожевать жвачку? О, Господи! Доведи меня до разумения и открой мне эти страницы. Голос твой, радость моя, голос твой дороже всех наслаждений. Дай, что я люблю, ведь я люблю, и любить ты дал мне, не оставляя даров твоих, не презри жаждущую былинку твою. Да исповедую тебе все, что найду в книгах твоих, да услышу глаз хвалы, буду впивать тебе и созерцать чудеса закона твоего от начала, когда создал ты землю и небо, и до вечернего, до вечного царства с тобою во святом граде твоем. Умилосердись, Господи, услышь желание мое. Мне не надо ничего земного, ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней, ни из украшенных одежд, ни почестей, ни высоких званий, ни плоских наслаждений, и даже того, что нужно телу в этом нашем житейском странстве. Все это приложится нам, ищущим Царство Божие и правды Его. Взгляни, Господи, откуда у меня это желание? Рассказывали мне беззаконное наслаждение своих, они не таковы, как от закона твоего, Господи. Вот откуда желание мое. Взгляни, Отец, посмотри и одобри. Да обрету милость у тебя перед лицом милосердия твоего, да откроется на мой стук сокровенное в словах твоих. Молю тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, Сына твоего, сидящего одесную тебя, Сына человеческого, которого ты поставил посредника между тобою и нами, через которого ты искал нас, не искавших тебя, чтобы мы искали тебя, во имя Слова твоего, через которое ты создал все, в том числе и меня, во имя Единородного, единственного твоего, через которого ты усыновил верующих, в том числе и меня. Умоляю тебя во имя Его, сидящего одесную тебя, нашего ходатая, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения, которых ищу я в книгах твоих. Моисей писал о нем, он сам это говорит, истинно это говорит. Дай мне услышать и понять, каким образом ты сотворил в начале неба и землю. Написал это Моисей, написал и ушел, перешел отсюда, от тебя к тебе, и нет его сейчас передо мною. Если бы он был тут, я ухватился бы за него и просил, и заклинал тобою раскрыть мне эти слова. Я ловил бы своим телесным слухом звуки, лившиеся из уст его. Если бы он говорил по-еврейски, его голос напрасно стучался бы в уши мои, и разума моего ничтой бы не коснулось. Если же по латыни, я понял бы, что он говорит. Но откуда бы я узнал, правду ли он говорит? А если бы и это узнал, то разве от него бы узнал? Внутри, конечно, внутри меня, в обители размышлений моих истина, не нуждающаяся ни в еврейском, ни в греческом, ни в латинском, ни в варварском языке. Сказала бы мне беззвучно, ни языком и ни устами, он истину говорит. Я тотчас же в полной уверенности сказал бы человеку твоему, Ты истину говоришь. А так как я не могу его спросить, то прошу тебя, истина. Он говорил, истину ей исполненный. Прошу тебя, Боже мой, не подстерегай грехов моих. Ты, давший рабу твоему сказать эти слова, дай и мне их понять. Вот земля и небо. Они кричат о том, что они созданы, ибо они меняются, и облик их различен. В том же, что не сотворено, и однако существует, в том же, в том нет ничего, чего не было раньше. То есть нет изменений и различия. Кричат они так же, что не сами они себя создали. Мы существуем, потому что мы созданы. Нас ведь не было, пока мы не появились, и мы не могли возникнуть сами собой. И самой очевидностью подтвержден этот голос. Итак, Господи, Ты создал их. Ты прекрасен, и они прекрасны. Ты добр, и они добры. Ты сущий, и они существуют. Они не так прекрасны, не так добры, не так существуют, как Ты творец их. По сравнению с Тобой, они не прекрасны, не добры, и их не существует. Мы знаем это и благодарим за это Тебя. Наше знание по сравнению с Твоим знанием – невежество. Пять. Как же создал Ты небо и землю? Каким орудием пользовался в такой великой работе? Ты ведь действовал не так, как мастер, делающий одну вещь с помощью другой. Душа его может по собственному усмотрению придать ей тот вид, который она созерцает в себе самой внутренним оком. А почему может? Только потому, что Ты создал ее. И она придает вид веществу, уже существующему, в каком-то виде, например, земле, камню, дереву, золоту и тому подобному. А если бы Ты не образовал всего этого, откуда бы оно появилось? Мастеру тело дал Ты. Душу, распоряжающуюся членами его тела – Ты. Вещество для его работы – Ты. Талант, с помощью которого он усвоил свое искусство и видит внутренним зрением то, что делают его руки – Ты. Телесное чувство, которое объясняет и передает веществу требования его души и извещает ее о том, что сделана Ты. Пусть она посоветуется с истиной, которая в ней живет и ею руководит. Хороша ли работа? И все это хвалит Тебя, Создателя всего. Но как Ты это делаешь? Каким образом? Боже, создал Ты землю и небо. Не на небе же, конечно, и не на земле создавал Ты небо и землю, не в воздухе и не на водах, они ведь связаны с небом и с землей. И не во вселенной создал Ты вселенную, ибо не было ей, где возникнуть до того, как возникло, где ей быть. И ничего не держал Ты в руке Своей, из чего мог бы сделать небо и землю. И откуда могло быть у Тебя вещество, которого Ты не сделал раньше, чтобы потом сделать из него что-то? Все, что есть, есть только потому, что Ты есть. Итак, Ты сказал и явилась, и создал Ты это словом Твоим. А каким образом Ты сказал? Так ли, как тогда, когда из облака раздался Твой голос? Это Сын мой возлюбленный. Этот голос прозвучал и отзвучал, заговорил и умолк. Слоги прозвучали и исчезли. Второе после первого, третье после второго, и так по порядку до самого последнего. После которого наступило молчание. Из этого явствует, что их произвело движением Своим создание Твоего временное. Но послужившее вечной воле Твоей, и эти слова Твои, сказанные во времени, наружное ухо сообщило разуму, который внутренним ухом прислушивается к вечному слову Твоему. И он, сравнив те во времени прозвучавшие слова с вечным словом Твоим, пребывающим в умолчании, сказал, Это другое, совсем другое. Эти слова меньше меня, да их вообще и нет. Они бегут и исчезают. Слово же Бога моего надо мной и пребывает вовеки. Итак, если словами прозвучавшими и исчезнувшими повелел Ты быть небу и земле, если таким образом создал Ты небо и землю, то значит раньше земли и неба было уже существо, обладающее телом, чем и голос, вызванный временным усилием и пронесся во времени. Никакого, однако, тела раньше земли и неба не было. А если и было, то, конечно, не голосом приходящим создал Ты его, дабы потом создать приходящий, которым и повелел появиться небу и земле. А что это за существо, которое могло издать такой голос? Если бы Ты его не создал, его вообще бы не было. Каково же Слово было Тобой сказано, чтобы появилось тело, произнесшее эти слова? Так зовешь Ты нас к пониманию Слова Бога, пребывающего с Богом. Извечно произносится оно, и через него все извечно произнесено. То, что было произнесено, не исчезает. Чтобы произнести все, не надо говорить одно след за другим. Все извечно и одновременно. Иначе существовало бы время и изменяемость, ненастоящая вечность и ненастоящее бессмертие. Знаю это, Господи, благодарю Тебя. Знаю это, исповедую Тебе, Боже мой, и вместе со мной знает это и благословляет Тебя каждый, кто не остается неблагодарным, узнав несомненную истину. Мы знаем, Господи, знаем, что не быть тем, чем был, и стать тем, чем не был, это своего рода смерть и рождение. А в Слове Твоем ничто не исчезает, ничто не приходит на смену. Оно бессмертно и вечно. И поэтому Словом извечным, как Ты, Ты одновременно и вечно говоришь все, что говоришь. Возникает все, чему Ты говоришь возникнуть. Ты создаешь только Словом. И однако не одновременно и не от века возникает все, что создаешь Словом. Почему же, спрашиваю я, Господи, Боже мой, я как-то это вижу, но не знаю, как выразить. Может быть, все, что начинает быть и перестает быть, тогда начинает быть и тогда перестает, когда должно ему начать и перестать. И это известно вечному разуму, в котором ничто не начинается и не перестает быть. Этот разум и есть Слово Твое, а он есть начало, как нам и сказано. Так говорит он в Евангелии голосом плоти. Эти слова прозвучали во внешнем мире для виских ушей, чтобы им поверили. Стали бы искать их в сердце Своем и нашли в вечной истине, где он, добрый, единый учитель, получает всех учеников своих. Там слышу я голос Твой, Господи, говорящий мне, ибо он говорил с нами. Он, кто учит нас, кто же не учит, тот, если и говорит, не для нас говорит. А кто же учит нас, кроме незыблемой, недвижной истины? Даже когда нас наставляет и существо изменчивое, его уроки все-таки ведут нас к недвижной истине, где мы и учимся по-настоящему. Стоим и слушаем мы его, радостью радуемся, слыша голос жениха, и возвращаемся туда, откуда мы сами. Потому-то он и есть начало. Если бы он не пребывал, пока мы блуждали, нам некуда было бы вернуть. Когда мы возвращаемся от заблуждений, мы, конечно, возвращаемся, потому что узнали их, а узнавать их не учит нас он, ибо он начало и говорит нам. «Этим началом ты и создал, Боже, небо и землю, словом твоим, сыном твоим, силой твоей, мудростью твоей, истиной твоей. Дивным было слово твое, дивным тело твое. Кто это поймет? Кто объяснит? Что это брежет и ударяет в сердце мое, не нанося ему раны? Трепещу любовью. Трепещу и пламенею, трепещу в страхе. Я так не похож на тебя, горю пламенею любовью. Я так подобен тебе. Мудрость, сама мудрость забрежжила мне, разорвав туман, который вновь окутывает меня бессильного от этого мрака под грудой мучений моих. Так ослабела сила моя в нищете, что не могу нести я и хорошее свое, пока ты, Господи, милостивый среди всех согрешений моих, не исцелишь все недуги мои. Тогда выкупишь ты из гибели жизнь мою, увенчаешь меня милостью и милосердием, и насытишь благами желание мое, ибо обновится юность моя, как у орла. Надеждой спасены мы, и терпеливо ожидаем, когда исполнятся обещания твои. Пусть слушает кто может в сердце своем слова твои. Я же воскликну, доверяя пророчеству твоему, как величественны дела твои, Господи. Все премудро сделал ты. И премудрость твоя и есть начало, и этим началом создал ты небо и землю. 10. Разве не обвечали разумом те, кто спрашивает нас, что делал Бог до того, как создал небо и землю? 11. Если он ничем не был занят, говорят они, и ни над чем не трудился, почему на все время и впредь не остался он в состоянии покоя, в каком все время пребывал и раньше? 12. Если же у Бога возникает новое деятельное желание создать существо, которое никогда раньше им создано не было, то что же это за вечность, в которой рождается желание, раньше не бывшее? 12. Воля ведь присуща Богу до начала творения. Ничто не могло быть сотворено, если бы воля Творца не существовала раньше сотворенного. Воля Бога принадлежит к самой субстанции Его. Если в божественной субстанции родилось то, что в ней не было раньше, то субстанция эта по справедливости не может быть названа вечной. Если вечной была воля, Бога творить, почему не вечно Его творение? Те, кто говорят так, еще не понимают тебя, премудрость Божия, просвещающие умы, еще не понимают, каким образом возникло то, что возникло через тебя и в тебе. Они пытаются понять сущность вечного, но до сих пор в потоке времени носится их в сердце, и до сих пор оно суетно. Кто удержал бы и остановил его на месте, пусть минуту постоит неподвижно, пусть поймает отблеск всегда недвижной сияющей вечности, пусть сравнит ее и время, никогда не останавливающиеся. Пусть оно увидит, что они несравнимы, пусть увидит, что длительное время делает длительным множество приходящих мгновений, которые не могут не сменять одно другое. В вечность ничто не приходит, но пребывает как настоящее во всей полноте. Время как настоящее в полноте своей пребывать не может. Пусть увидит, что все прошлое вытеснено будущим, все будущее следует за прошлым, и все прошлое и будущее создано тем, кто всегда пребывает и от него исходит. Кто удержал бы человеческое сердце? Пусть постоит недвижно и увидит, как недвижная пребывающая вечность, не знающая ни прошедшего, ни будущего, указывает времени быть прошедшим и будущим. Если в руке моей сила описать, может ли язык мой поведать словом о столь великом? Вот мой ответ спрашивающему. Что делал Бог до сотворения неба и земли? Я отвечу не так, как говорят. Говорят, ответил кто-то, уклоняясь шуткой от настойчивого вопроса. Приготовлял преисподний для тех, кто допытывается о высоком. Одно понять, другое осмеять. Так я не отвечу. Я охотнее ответил бы. Я не знаю того, чего не знаю. Но не подал бы повода осмеять человека, спросившего о высоком, и похвалить ответившего ложью. Я называю тебя, Боже наш, творцом всего творения. Если под именем неба и земли, разумеется, все сотворенное, я смело говорю, до создания неба и земли Бог ничего не делал. Делать ведь означало для него творить. Если бы я знал так же все, что хочу знать на пользу себе, как знаю, что не было ничего сотворенного до того, как было сотворено. Если чей-то легкомысленный ум скитается среди образов давних времен и удивляется, почему ты, Господи всемогущий, все создавший и все содержащий, мастер, создавший небо и землю, не приступил к такому великому делу в течение бесчисленных веков, то пусть он пробудется и поймет, что удивление его напрасно. Как могли пройти бесчисленные века, если они не были еще созданы тобой, творцом и учредителем всех веков? Было разве время тобой не учрежденное? И как могло оно пройти, если его вовсе и не было? А так, как делатель всякого времени ты, то если до сотворения неба и земли было какое-то время, то почему можно говорить, что ты пребывал в бездействии? Это самое время создал ты и не могло проходить время, пока ты не создал времени. Если же раньше неба и земли вовсе не было времени, зачем спрашивать, что ты делал тогда, когда не было времени? Не было и тогда. Ты не во времени был раньше времен, иначе ты не был бы раньше всех времен. Ты был раньше всего прошлого, на высотах всегда пребывающей вечности. И ты возвышаешься над всем будущим. Оно будет и придя пройдет. Ты же всегда тот же, и годы твои не кончаются. Годы твои не приходят и не уходят. А наши, чтобы прийти, им всем приходят и уходят. Все годы твои одновременно и недвижны. Они стоят, приходящие не вытесняют идущих, ибо они не проходят. Наши годы исполнятся тогда, когда их вовсе не будет. Годы твои как один день, и день этот наступает не ежедневно, а сегодня, ибо твой сегодняшний день не уступает место завтрашнему и не сменяет вчерашнего. Сегодняшний день твой – это вечность. Поэтому вечен, как и ты, сын твой, которому ты сказал, сегодня я породил тебя. Всякое время создал ты, и до всякого времени был ты. И не было времени, когда времени вовсе не было. Не было времени, когда бы ты не создавал чего-нибудь. Ведь создатель самого времени – ты. Нет времени вечного, как ты, ибо ты пребываешь, а если бы время пребывало, оно не было бы временем. Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? О чем, однако, упоминаем мы в разговоре, как о своем привычном и знакомом, а совсем привычном, как не о времени? И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое. И когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Что же такое время? Если бы никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. Если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю. Настаиваю, однако, на том, что твердо знаю, если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени. Если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени. Если бы ничего не было, не было бы и настоящего времени. А как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? Если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность. Настоящее оказывается временем только потому, что оно уходит в прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что это не будет? Разве мы ошибемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть? 15. И однако мы говорим долгое время, краткое время. И говорим это только о прошлом и будущем. А сроки, например, в 100 лет, как в прошлом, так и в будущем, мы говорим как о долгом времени. Кратким временем назовем предположительно для прошлого и будущего промежуток дней в 10. Но как может быть долгим или кратким то, чего нет? Прошлого уже нет, будущего еще нет. Не будем же говорить о прошлом просто долго, но скажем, было долго, а о будущем будет долго. Боже мой, свет мой, не посмеется ли истина Твоя и здесь над человеком? Долгое прошло, прошлое стало долгим, когда уже прошло или раньше, когда было еще настоящим. Оно могло быть долгим тогда, когда было то, что могло быть долгим. Но ведь прошлого уже нет. Как же долгим может быть то, чего вовсе нет? Не будем, следовательно, говорить, долгим было прошлое время. Мы ведь не найдем ничего, что было долгим. Прошлое прошло, и его больше нет. Скажем так, долгим было это настоящее время, будучи настоящим. Оно и было долгим. Оно еще не прошло, не исчезло, и поэтому и было и то, что могло быть долгим. Когда же оно прошло, то сразу же перестало быть долгим, потому что перестало быть вообще. Посмотрим, душа человеческая, может ли настоящее быть долгим. Тебе ведь дано видеть сроки и измерять их. Что ты ответишь мне? Сто лет настоящего времени – это долго? Посмотри сначала, могут ли все сто лет быть в настоящем. Если из них идет первый год, то он и есть настоящий, а остальные 99 – это будущее. И пока их, их пока нет. Если пойдет второй год, то один окажется уже в прошлом, другой в настоящем, а остальные – в будущем. Возьми как настоящий любой год из середины этой сотни. Бывшее до него будет прошлым, после него начнется будущее. Поэтому сто лет и не могут быть настоящим. Посмотри дальше. Тот год, который идет, будет ли в настоящем? Если идет первый месяц, то остальное – это будущее. Если второй, то первое – это прошлое, а остальных месяцев еще нет. Следовательно, и текущий год не весь в настоящем. А если он не весь в настоящем, то и год не есть настоящий. Двенадцать месяцев составляет год, из них любой текущий и есть настоящее. А остальные же или прошлое, или будущее. А впрочем, и текущий месяц не настоящий. Настоящее – это один день, если он первый, то остальные – будущее. Если последний, то остальные – прошлое. Если любой из средних, то оказывается между прошлым и будущим. Вот мы и нашли, что долги можно назвать только настоящее, да и то сведенное до однодневного срока. Расчлиним, однако, и его, ведь и один день в целом не настоящий. Он состоит из ночных и дневных часов, всего их двадцать четыре. По отношению к первому часу остальные – будущее, по отношению к последнему – прошлое. По отношению к любому промежуточному – бывшее до него прошлое, те, которые наступят – будущее. И самый этот единый час слагается из убегающих частиц, улетевшие в прошлом, оставшиеся в будущем. Настоящим можно назвать только тот момент во времени, который невозможно разделить хотя бы на мельчайшие части. Но он так стремительно уносится из будущего в прошлое. Длительности в нем нет. Если бы он длился, в нем можно было бы отделить прошлое от будущего. Настоящее не продолжается. Где же то время, которое мы называем долгим? Это будущее. Мы, однако, не говорим «оно долго», ибо еще нет того, что может стать долгим. А говорим «долго будет». Когда же оно будет? Если в будущем, то как может стать долгим то, чего еще нет? Если же оно станет долгим, тогда, когда начнет возникать из будущего, конечно, еще нет. Станет настоящим и окажется как будто тем, что может стать долгим. То ведь это настоящее время всеми вышесказанными словами закричит, что оно не может быть долгим. И, однако, Господи, мы понимаем, что такое промежутки времени. Сравним мы их между собой и говорим, что одни длиннее, а другие короче. Мы даже измеряем, насколько одно время длиннее или короче другого, и отвечаем, что этот промежуток вдвое или втрое больше или меньше в того, или что оба равны. Мы измеряем, однако, время, только пока оно идет, так как измеряем и это чувствуем. Можно ли измерить прошлое, которого уже нет, или будущее, которого еще нет? Осмелится ли кто сказать, что можно измерить несуществующее? Пока время идет, его можно чувствовать и измерять. Когда оно прошло, это невозможно, его уже нет. Я ищу, Отец, не утверждаю. Боже мой, помоги мне, руководи мной. Кто решился бы сказать, что трех времен прошедшего настоящего и будущего, как учили мы детьми и сами учили детей, не существует? Что есть только настоящее, а тех двух нет? Или же существуют и они? Время, становясь из будущего настоящим, выходит из какого-то тайника, и настоящее став прошлым, уходит в какой-то тайник. Где увидели будущее те, кто его предсказывал, если его вовсе нет? Нельзя увидеть несуществующее. Их те, кто рассказывает о прошлом, не рассказывали бы о нем правдиво, если бы не видели его умственным взором. А ведь нельзя же видеть то, чего вовсе нет. Следовательно, и будущее, и прошлое существуют. Позволь мне, Господи, надежда моя, спрашивать и дальше, да не приведут меня в смятение искания мои. Если и будущее, и прошлое существуют, я хочу знать, где они. Если мне еще не по силам это знание, то все же я знаю, что где бы они ни были, они там не прошлое и будущее, а настоящее. Если и там будущее есть будущее, то его там еще нет. Если прошлое и там прошлое, то его там уже нет. Где бы, следовательно, они ни были, каковы бы ни были, но они существуют только как настоящее. И правдиво рассказывая о прошлом, люди извлекают из памяти не сами события, а не прошли, а слова, подсказанные образами их. Прошлое событие, затрону в наши чувства, запечатлели в душе слово, следы свои. Детства моего, например, уже нет, оно в прошлом, которого уже нет. Но когда я о нем думаю и рассказываю, то я вижу образ его в настоящем, ибо он до сих пор жив в памяти моей. Не по сходной ли причине предсказывают будущее? По образам уже существующим предчувствуют то, чего еще нет? Признаюсь, Господи, не знаю этого. В точности, однако, знаю, что мы обычно предварительно обдумываем будущие действия наши. И это предварительное обдумывание происходит в настоящем. Самого же действия, заранее обдуманного, еще нет, оно в будущем. Когда мы приступим к нему и начнем осуществлять предварительно обдуманное, тогда только действие и возникает, ибо тогда оно уже не в будущем, а в настоящем. Каким же образом происходит это таинственное предчувствие будущего? Увидеть можно ведь только то, что есть, а то, что есть, это уже не будущее, а настоящее. И когда о будущем говорят, что его видят, то видят не его будущего, еще нет, а вероятно его причины или признаки, которые уже налицо. Не будущее, следовательно, а настоящее предстает видящим, и по нему предсказывается будущее, представляющееся душе. Эти представления уже существуют, и те, кто предсказывает будущее, всматриваются в них, они живут в их уме. Продолжение следует... Продолжение следует...